Россия сейчас повторяет судьбу фашистской Германии, напав на Украину в 4 утра без объявления войны. А не расскажете, собственно говоря, когда Россия на кого-то нападала? Ну, хоть один пример можно привести, когда Россия на кого-то напала. А, это Украина напала на Россию. Интересно. Да, кстати, вы не в курсе? А, там какая-то машина какая-то взорвалась. Вы серьезно? Точно так же, как Германия обвинила Польшу. Смотрите, Россия... Кто-то что-то взорвал? А, это Украина напала. А очереди давайте разговаривать. А, мы сейчас... Подождите, нет, подождите, подождите. Ну, давайте, я послушаю вас. Интересно. То есть украинские войска вошли, танки украинские и военные вошли на территорию Белгорода, да? А потом Россия такая, о боже мой, как же так? Вероломное нападение в 4 утра, бомбардировки. Нам нужно защищаться. Или все-таки Россия в 4 утра напала на Украину и начались бомбардировки. Если вы сейчас будете это отрицать, то пошли вы нахуй. Ну, я могу ответить. Нет, вы не можете ответить. Вы фашист и вы поддерживаете террориста, международного преступника. Путин невыездной, ваш президент. Вы невыездной международный преступник. Невыездной международный поездок. Он уже, когда он ездил, кстати, в западные страны, когда он последний раз ездил? А зачем он ездил? А, когда он последний раз ездил вообще? Вы понимаете, собственно говоря, любой взрослый человек ездит и общается с теми людей, которые не нужно. А не просто так съездить в диктатур? Куда он последний раз ездил, кроме диктаторских режимов? Он ездил в Арабские Эмираты, по-моему. А что в Арабские Эмираты? И всякие в Туркменистан и всякие. Когда он последний раз ездил в Латинскую Америку? Когда он последний раз ездил в Европу? Когда он последний раз ездил в Центра? Скажите, а зачем ему туда ездить? А, ему вообще незачем ездить. Он будет в бункере по видеосвязи общаться. Ну, вы сами себе сейчас противоречите. Нет, раньше ездил, а теперь вдруг после того, как... О, подождите, подождите, дайте мне это сказать. Когда ордер на арест ему выдали, то вдруг ему стало... Зачем ездить? Правда, это же... Он просто решил не ездить. После ордера на арест он просто сам решил не ездить. По видеосвязи... Он даже в Южную Африку побоялся... Кто выдал этот ордер, пожалуйста? Он даже в Южную Африку побоялся ехать. Скажите, пожалуйста, кто выдал ордер и за что? За похищение детей. А вы не знали? Вы слышали, что говорят сами дети по этому поводу? А вы знаете, что есть вообще-то международное право? И что дети... То есть вы сейчас... Вы реально отрицаете... Подождите, подождите, подождите. Вы сейчас реально говорите нет. Можно я договорю? Вы отрицаете международное. По очереди. Немножко по очереди. Хорошо. Вы не судали, тут немножко. Давайте, я сейчас ваш бред послушаю. Расскажите, пожалуйста, вот этот вот международный суд в Гараге, который выдал на него, скажем так, какое-то там предписание, он имеет юрисдикцию на Украину? Я не знаю, имеет ли он юрисдикцию. Так, не имеет, потому что Украина не подписала юрисдикцию. А при чем здесь это? При чем здесь это? Потому что он не имеет права рассматривать дела. Я говорю, что... Он не имеет права рассматривать дела вне своей юрисдикции. Подождите, имеет, очень даже имеет, очень даже имеет, очень даже имеет, подождите, вот это вранье, подождите, теперь дайте мне, дайте теперь мне ответить. Очень даже имеет, дело в том, подождите, подождите, дайте мне ответить, 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 дайте мне ответить. Он не имеет права, он не может вторгнуться в Россию и Путина оттуда забрать. Но если Путин въедет на территорию, даже Южная Африка, которая более-менее относится к России, если Путин въедет на территории стран, которые признают этот международный суд, то они обязаны Путина арестовать и доставить в Гагагу. Так что да, он не имеет права Путина взять в Россию или в какой-то стране, которая не признает этот суд. Но если Путин... И почему Путин стал невыездным? Потому что... Подождите, но мы... Понимаете, вы сейчас накидываете... Подождите, мы начали... Нет, вы начали переводить тему. Мы про детей говорили. Мы говорили про детей. Мы говорили про детей. Итак, давайте, вы хоть понимаете, почему вы хотя бы понимаете международное право? Почему считается? Почему? Можно закончить вопрос, потом вы будете отвечать? Дайте мне закончить вопрос, потом вы будете отвечать. Вы понимаете, почему международный суд решил, что Россия похищает детей. Вы понимаете, по какой статье, почему Международный суд решил, что... Можно я продемонстрирую один видеоролик? Подождите, нет, подождите, скажите мне, ответьте мне на вопрос. Украинское телевидение. Подождите, почему? Вы даже не понимаете международное право, да? Почему? Скажите мне, почему Международный суд чуть-чуть подождите. Мне неинтересно ролик демонстрировать. Скажите своими словами. Если вы своими словами не можете. Да хватит вас в плохом качестве, какой-то бубнёж мне демонстрировать. Хватит бубнёж, вы мне своими словами. Какой бубнёж? Вы какой-то бубнёж мне там, какой-то ролик, бубнёж, вообще ничего не слышно, мне демонстрируйте. Вы своими словами. Вас ничего не слышно. Я могу сделать погромче, да? Всё для вас. Сколько, 10 минут ролик вы будете, мне какой-то бубнёж? Нет, нет, там буквально несколько секунд. что за ролик ролик украинского телевидения касается как раз тех детей которые вернулись на украину вы понимали нет подождите подождите у меня нет подождите подождите вы знаете подождите Подождите, вы знаете почему? Подождите, дайте мне сказать Дайте мне сказать Почему? Ответьте мне на вопрос один Вы знаете Вы так много их задаете Нет, вы мне не даете один Я один и тот же вопрос пытаюсь задать Вы мне все перебиваете Это один вопрос, который я пытаюсь задать Но вы меня перебиваете все время Почему? Скажите мне В каком месте Россия нарушила международное право вот с этим вот проблемой, с этими детьми, которые... Ни в каком. А, то есть вы даже международное право не знаете. Ну, давайте я вам поясню тогда. Давайте я вам поясню. Поясните, пожалуйста, поясните. Дело в том, что по Женевской конвенции, когда две стороны воюют, и детей эвакуируют из зоны боевых действий, то их должны направить в третью страну. Их не имеет права, две стороны конфликта не имеют права держать на своей территории, их обязаны направить в третью страну. Почитайте международное право. Так что Россия не имела права... Подождите, дайте мне закончить. Россия не имела права удерживать детей на своей территории. Она была обязана направить их в третью страну. И поэтому Россию обвиняют в похищении детей. Не потому что... Подождите. Не потому что она их эвакуировала из зоны опасности, а потому что она не... После этого... Дайте мне закончить. Хватит меня перебивать. Дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Может быть, ваш чат хотя бы поймет... Может быть, ваш чат... Может быть, ваш чат хотя бы поймет после этого причины, претензии государственного сообщества к России. Итак, Россия после эвакуации, в том, что Россия эвакуировала детей из опасной зоны, ничего плохого нет. Дело в том, что Россия после этого оставила детей на своей территории, вместо того, чтобы направить их в третью страну. Она их вместо этого удержала на своей территории и начала усыновление тех детей, даже у которых были родители. Вот поэтому ее обвиняют. Вот поэтому ее обвиняют в похищении детей, а не потому, что она их эвакуировала. Итак, я вас выслушал, да? А теперь скажите, а теперь ваш аргумент. А теперь разрешите мне все-таки ответить на ваши вопросы, да? Потому что они были заданы очень интересно, да? А что там про детей? Что вы на это скажете? Смотрите, начну я с того, что кто, да, все-таки нас обвиняет. Кто обвиняет Россию? Первое, обвиняет это суд, не имеющий юрисдикции ни на территории Украины, ни на территории России, а следовательно, не имеющий права выносить... Ну поэтому Путин не выездной. Поэтому Путин не выездной. А Россия раньше... Подождите, Россия вышла. Россия вышла из этого договора перед тем, как начать войну. Я договорю, а потом вы договорите. Мы по очереди будем. Хорошо. Смотрите, именно поэтому, не знаю, там, какой-нибудь суд Подмосковья не судит вас за употребление наркотиков, да, на территории Канады. Потому что на территории Канады он не имеет юрисдикции, да? Чувствуете? Так что, ну, это вы банальные вещи сейчас говорите. Вы сейчас говорите банальные вещи. Путин, поэтому Путин не выездной. Не выездной он, поэтому не выездной. Поэтому ваш президент не выездной. Возможно, ваш чатик что-то поймет, да? Не выездной, поэтому. Никто Путин охватать в России не собирается. Но еще раз, можно я договорю? Вы сейчас говорите банальные тупости. Вы говорите банальные тупости. Я, в отличие от вас, не буду расплываться мыслью по древу. Вы тупости банальные говорите. Поэтому ваш Путин не выездной. Потому что очень много стран признают римский статут. Суд другой страны не имеет права худить граждан на территории, на которые его юрисдикция не распространяется. Это международное право, по которому вы мне спрашиваете. Второе. То, что вы говорили про детей, которые якобы были наклачены и никуда не передавались. Я как раз хотел про 30-ти секундный ролик вам показать. Про то, как украинские дети, которые вернулись на территории Украины. Мне не важно, что говорят дети. Есть международное право. Есть международное право. Во всякие ролики постановочные есть международное право. То, что там кто-то на камеру сказал. Вы, блядь, понимаете, что есть международное право? Вы понимаете, что есть международное право? Так, если вы сейчас начнете... Пошел... Вы сейчас пойдете нахрен. Если вы... Вы пойдете сейчас нахрен. Вы пойдете нахрен сейчас. Пошел нахрен. Если ты не... Пошел нахрен. Если ты не понимаешь разницу. Если ты, дебил, не понимаешь разницу между международным правом и роликом на YouTube, То мне с тобой не о чем разговаривать Вы не понимаете Разницу между роликом на ютубе и международным правом И ваш чат, может быть, большинство тоже не понимает У меня нет чата Я записываю вас сейчас Так что, подождите, подождите Вы сейчас соврали Да Страны римского саду Они имеют право и не будут торгаться в Россию Но, как только Но, подождите, дайте мне закончить Дайте мне закончить Дайте мне закончить Дайте мне закончить Если вы, подождите Дайте мне закончить Но Нет, это полный бред Вы сейчас несете откровенный бред Ватный бред Ватный бред Ватный бред сумасшедшего вы сейчас несете Ватный бред сумасшедшего Вы несете ватный бред сумасшедшего Вот сейчас В смысле, дайте мне сказать, в каком смысле вы несете Ватный бред сумасшедшего Дайте мне сказать, в каком смысле вы несете ватный бред сумасшедшего. Дайте мне объяснить, в каком смысле... Слушай вас, мне очень интересно вас посмотреть. Вот именно. Дело в том, что римский статут действует на территории тех стран, которые являются членами этого римского статута. Так что, если Путин... Они не имеют права, они не будут... Подожди, да соткнитесь вы уже, дайте мне это сказать. Слушай, слушай, я потом хочу тоже кое-что сказать. Давайте, я слушаю вас. Дело в том, что, конечно же, страны римского статута не будут идти на территорию России или другой любой страны, которая не является членом римского статута. Но, если человек, осужденный по этому международному праву, окажется на территории стран, которые являются членами этого международного суда и римского статута, то они арестуют этого человека. Вот в этом разница международного права, международного римского статута и какого-то красноярского суда. Вы реально вот сейчас говорите, что одно и то же, какой-то Краснодарский суд и римский статут, и международное право, и страны членов. Вы сейчас, подождите, вы сейчас на полном серьезе говорили, что подождите, подождите, подождите. Вы сейчас, я вас словлю на манипуляцию Вы сейчас только что сказали Что международный суд Римский статут это одно и то же Что какой-то суд городской В Красноярске или в любом другом городе Вы сейчас сказали что это одно и то же Вы сейчас болтали что это одно и то же Вы только что сказали что это одно и то же Все в записи Я надеюсь ваши зрители поняли Что вы сейчас сказали Я все объяснила Я могу тоже объяснить Ну давайте что Что, какие очередные манипуляции будут? Вы предлагаете, что, грубо говоря, если я что-то совершу на территории России, да? Нет, не на территории России! Это было совершено на территории Украины! Это было совершено за пределами России, идиот! Ты манипулятор, ты манипулятор, ты пропагандист и манипулятор. Это было совершено не на территории России. Это было совершено на территории Украины. Это было совершено за пределами России. За пределами России, за пределами России, за пределами России ты пропагандист, за пределами России, за пределами России это было, за пределами России, так что не нужно говорить, что если бы ты что-то совершил в пределах России, ты пропагандист, очередная манипуляция, ты сейчас говоришь, что если я в России что-то совершу? Путин совершил преступление за пределами России За пределами России Пошел нахуй Пропагандист, блять А что если что-то в России совершу? А что римский статут возьмет и меня украдет? Блять, Путин совершил преступление за пределами России Он украл людей, детей из другого государства И этот пакостник, этот гребаный пропагандист мне говорит Это одно и то же, что я в России что-то совершу И римский статут вдруг зайдет в Россию Меня зачем-то возьмет и пойдет в Европейский суд, меня отправит Путин, блять, за пределами России детей похитил из другой страны Вот, вот, вот логика этих гребаных пропагандистов Логика, точнее ее отсутствие И ведь люди ведутся на это Подонки Подонки эти пропагандисты